Этих страшных видеороликов, связанных с приложением Рандонавтика, достаточно, да такие, которые дико меня испугали. Пользователи этого приложения отправляются в путешествие по случайным координатам, и нередко в конце пути можно оказаться в жутких местах, или могут даже ждать неприятные сюрпризы. Напишите в комментариях под этим видео, кто уже испробовал данное приложение, и что вы странного обнаружили. И у нас 10 самых страшных видео из Рандонавтики. Это видео было снято от первого лица парнем, который хотел показать странное место, которому привело приложение Рандонавтика. Видео начинается со съемок заброшенного здания. Автор постоянно оглядывается вокруг себя, повсюду разбросанные по земле мусор и разрушенные стены здания. Когда парень заходит за угол здания, мы можем заметить и жуткое гуманоидное создание, свернувшееся в углу калачиком. Сгорбившееся и обнаженное существо агрессивно нападает, бежит прямо на автора. Кадр обрывается, когда он в панике начинает бежать. К сожалению, об этом видео в Рандонавтике очень мало информации. Я не знаю, где это снималось и кто вообще снимал. Это заставило многих зрителей предположить, что видео является постановочным. Другие думают, что это бездомный, который хочет отпугнуть оператора. Что вы думаете, постанова, бомж или что-то гораздо более зловещее? Следующее жуткое видео из Рандонавтики было загружено пользователем по имени Кейли. Девушка со своей компанией оказалась перед жутким странным моментом. Группа на машине остановилась на обочине. Ребята оглядываются на двух мужчин, идущих по дороге. Объекты идут медленно, но ничего необычного вроде как не происходит. Однако, вскоре становится очевидной причиной паники ребят. Видеокамера заднего хода автомобиля показывает, что сзади этих мужчин нет, только дорога позади. Объекты на камере автомобиля просто-напросто исчезли, хотя вживую они есть. Как такое может быть? Что скажете? Пишите в комментариях. Заснятый ролик средь белого дня группой друзей через приложение Рандонавтика попало недавно в интернет. Это видео не похоже на другие страшные ролики из Рандонавтики. В месте, которое обнаружили по координатам приложения, располагались беспорядочно разбросанные открытые гробы, а также другие загадочные предметы. Оператор открывает один из гробов и замечает, что крышка обшита большими шипами. Гроб похож на классическое орудие пыток в средневековье. Это не может не пугать. На первый взгляд, безобидный столик поблизости, но если его отрегулировать, то стол также становится чем-то схожим с другим средневековым орудием пыток. И еще, не менее важное, на земле разбросаны странные веревки. Это означает, что кого-то здесь недавно держали. Как думаете, это обычная инсталляция, или действительно в этом месте происходит что-то страшное? Некоторые из самых страшных видеороликов рандонавтики содержат события слишком странные, чтобы быть фейком. Так обстоит дело с этим пугающим видео, размещенным в сети, в котором рассказывается об странном событии, произошедшем с двумя девушками. Все началось с того, что двух девушек приложение направило в сторону моста, недалеко от их местоположения. Когда они прибывают в пункт назначения, одна из девушек получает анонимное сообщение с вопросом, настоящие ли они. Остается неясным, как девушка получила текст. Некоторые зрители предположили, что возможно это было через открытый на телефоне блютуз, или через настройку местоположения. Кто-то отследил их через приложение и выслал на номер такое сообщение. Посмотрев перед собой на мост, девушки замечают то же самое, что было написано в личном сообщении, присланное анонимно. Подруги считают, что это какая-то шутка или просто совпадение, случайность. Кто-то следит за этими девушками. Некоторые пользователи считают, что приложение Randonautica может быть проклято. Это объяснило бы все странные и пугающие события людей с этим приложением. Эти тиктокеры проследовали по координатам в место, куда привело приложение Randonautica. Пара на видео объясняет, что приложение сначала привело их в старый заброшенный монастырь, примерно в часе езды от города. Позже они попадают на красивое жуткое кладбище. Затем они решают снять в тикток танец. Прости господи. Когда девушка, изображенная на видео, начинает танцевать, оператор замечает что-то странное. Заметив странные фигуры прямо за ее спиной, не зная, что именно они видят, то, что на первый взгляд кажется необычной конструкцией или статуй, вскоре превращается в нечто совершенное. В кругу собралась и группа людей. Все стояли с прижатыми головами друг к другу. Стоя по кругу, они проводят какой-то жуткий ритуал или обряд. Не двигаются и не разговаривают. Девушка и парень по понятным причинам обеспокоены увиденным и не решаются подойти поближе. Эта серия страшных видеороликов из-за рандонавтики, опубликованная пользователем по имени Тейлор, служит поучительной истории, удерживая любопытных от опасностей данного приложения. Жуткие рисунки девушка нашла в первом месте, куда привело приложение. Местность у ручья. Жутко, но казалось бы, ничего такого. Тейлор особо не испугана, пока она не находит еще десятки детских жестоких рисунков. Явно шокированная девушка находится в постоянной готовности убежать из этого безлюдного места. Видео заканчивается шорохом поблизости, заставляя Тейлор бежать. Вскоре девушка решается вернуться к этому же ручью на следующий день. На этот раз она осматривает местности, чтобы убедиться, что вокруг никого нет. Девушка вновь приковывает все свое внимание к осмотру жутких детских рисунков и даже не замечает голос маленького ребенка поблизости. Можно заметить фигуру призрака ребенка. Хорошо видно лицо, выглядывающее из-за угла и смотрящая прямо в камеру. Явно эти рисунки связаны с призраком этого ребенка. Также в этом районе была найдена доска для спиритических сеансов и нож у ручья. Уверенная, что в этом месте происходит что-то опасное, Тейлор заявляет, что не вернется к ручью после всего, что она видела. Как вы думаете, что происходит в этой серии видео? Некоторые зрители предположили, что все мероприятия являются постановочным, однако другие считают, что рисунки выглядят слишком старыми и выцвевшими, чтобы их можно было использовать в постанове. В куче с жуткими звуками и загадочным призрачным лицом делает это приключение приложение рандонавтики очень жутким. Интересно, почему приложение привело Тейлора в это странное место? Размещенное видео в сети через приложение рандонавтика является на 99% фейком, но до чертиков жуткое и пугающее. Автор видео Хейли объясняет, что приложение привело ее в лесистую глушь. Она поворачивает камеру и на секунду можно заметить страшное темное лицо девушки из-за дерева. Она переходит через мост, чтобы исследовать лес дальше. Вдали можно увидеть жуткую фигуру в длинном черном платье, переходящую тропу. Хейли явно напугана от увиденного и начинает возвращаться обратно к выходу. Камера трясется, девушка убегает. В умновение страшная призрачная фигура прыгает в камеру, в видео обрывается. Клип очевидно продуман и прописан, тем не менее, получился довольно жутким. Блогер по имени Эрик отправляется на поиски места по координатам, высланным приложением. Было указано, что место действительно жуткое. Это утверждение оказалось действительностью. Они оказываются на длинной грунтовой дороге с множественным количеством различных знаков, надписей и зловещих кукол. Если верить переводчику Google, то надпись при входе гласит «Это принадлежит опасной ведьме, которая все время следит за вами». Заборы украшают жуткие поломанные куклы. Некоторые из них сожжены. Чтобы собрать такое количество кукол, потребовалось бы много времени и настойчивости. В конце дороги блогер находит три самодельных манекена в старой одежде. Чуть дальше по тропе они находят старую хижину, которая больше похожа на место, где можно держать кого-то в заточении. Когда ребята замечают кого-то вдалеке, они начинают убегать, так до конца и не исследовав данную местность. Аманда и ее друзья хотят убедиться, насколько правда, что рандонавтика является мистическим приложением. Они решили записать на листочке бумаги то, что хотят увидеть в месте, в которое их отправляет приложение и не озвучивают это, так как возможно приложение их может прослушивать. Они сосредотачиваются в поиске радуги, потому что думают, этот объект будет последним, что возможно вообще найти. Ребята ошиблись. По приезду на точку по координатам они тут же начинают кричать от удивления и страха. Это разноцветный радужный забор. Вскоре прямо над этим домом появилась настоящая радуга. Это может быть простым совпадением или действительно в этом приложении присутствует мистика. Пользователь тиктока по имени Линда использует приложение Рандонавтика для поиска жуткого места. Координаты приводят к реке, где стоит поблизости автобусная остановка. Группа друзей находят грязный брезент по виду только выкопанный из-под земли. Под брезентом лежит маленький черный мешок, внутри которого они находят лопату и предмет покрытый красной субстанцией. Ребята незамедлительно вызывают полицию. Офицеры проверяют это место и собирают улики. Судя по дальнейшей реакции девушки, полиция что-то обнаружила, но что именно, информация для всех нас конфиденциальна. Если вы хотите, чтобы я лично на себе опробовал данное приложение и исследовал все жуткие координаты, которые предложит Рандонавтика, тогда пишите ваши пожелания в комментариях под этим видео, а также лайк поставить и не забудьте. С вами был канал Зомби Чезе. Пока.